Сегодня, в третий день пленарных заседаний Международного симпозиума, лучшие академики наших страны, подводит итоги встречи. Это у нас уже седьмой по счету симпозиум актуальной проблемы компьютерного моделирования зданий и сооружений. И надо сказать, что каждый новый симпозиум, он приносит какие-то свои определенные чувства, эмоции. Вот мы второй раз проводим это мероприятие в стенах профильного архитектурного строительного университета. Первый наш симпозиум остался в Нижнем Новгороде, Нижегородский государственный архитектурный университет в 2007 году. Сейчас это Сепстрин, один из ведущих российских архитектурных строительных университетов. Это очень приятно. И надо сказать, что целый ряд у нас мероприятий в рамках симпозиума проводятся впервые. У нас очень насыщенная программа в этом году. 183 докладчика принимают очное участие. Более 300 коллег участвуют и очно, и заочно. У нас в этом году публикации симпозиума впервые будут представлены в издании индексированного Web of Science и Scopus, международная база данных. У нас в этом году проводится много достаточно новых мероприятий. Это и круглый столб по развитию системы технического нормирования в нашей стране. Это и семинар по рассмотрению работ аспирантов и докторантов. Такая, ну, хорошо заглядывающаяся практика. Это будет заседание у нас Сибирского территориального отделения нашей академии. Научный совет, программы средств строительства и архитектуры. Ну, а самое главное у нас действительно, это уже третий день такой достаточно плотной работы. И, в общем-то, я могу сказать, общаемся с коллегами. Все в едином точке зрения, что симпозиум, безусловно, удался. Очень много интересных и содержательных докладов. И я думаю, что каждый из нас, уезжая отсюда, принесет с собой массу положительных впечатлений, как с точки зрения научной составляющей, так и с точки зрения организации, ну, и, естественно, так сказать, культурной программы, которая еще предстоит всем участникам нашего симпозиума. Симпозиум проходит очень успешно. Рассматривается очень много актуальных проблем современного строительства, проектирования, научных исследований. Вот, и очень хорошо, что симпозиум проходит в Новосибирске, в городе науки. Поэтому полное удовлетворение. И каждый доклад – это что-то новое, каждый рассказывает о своих исследованиях. Со временем эти результаты, вот сейчас будут опубликованы, все результаты будут опубликованы, но и наиболее значимые, я думаю, попадут в нормы проектирования. Они все время же у нас усовершенствуются. Поэтому даже с практической точки зрения результаты будут иметь большое значение. Надо сказать, что этот симпозиум прошел большой путь от такого инициативного, первоначального. И мы не могли, конечно, представить, хотя и хотели, предвосхищали такую хорошую его судьбу. И эта судьба является отражением реальной востребованности вопросов компьютерного моделирования зданий, сооружений и комплексов, ответственных, уникальных, а не только. Потому что сегодня это составляет основу оценки безопасности и надежности зданий и сооружений. Произошло от понимания профессиональных сообществ, необходимости поднятия на новый уровень расчетного обоснования уникальных зданий после известных аварий, катастроф в Трансвальпарке и Басманном рынке. Должен сказать, что отчасти не случайно, что за последние 10 лет мы не наблюдаем вот такого рода катастроф, аварий, потому что, повторяю, был выработан в том числе нашим профессиональным сообществом, в том числе по результатам этих симпозиумов, новый взгляд, более того, новые подходы и требования вот к такого рода расчетному обоснованию. Это, безусловно, заслуга у нашего профессионального сообщества и показ возможности, не только необходимости, но и возможности движения снизу. Не от государства куда-то вниз, в виде неких инвектив, а от профессионального сообщества наверх. И мы надеемся, что это движение продолжится, причем не только потому, что нам это интересно, но потому, что это востребовано реальной жизнью, реальной практикой. Мы хотим жить в безопасном, комфортном обществе, городе, чтобы наши уникальные ответственные сооружения имели безопасный, комфортный жизненный цикл. Ну и вот, повторяю, если не вдаваться в детали, в технические, в научные детали, их здесь было много и сегодня тоже, вот, тенденция в этом направлении есть, да, мы всячески будем поддерживать. Ну и залогом того, что это будет происходить, это вот всегда было и сегодня тоже подтверждается, большое участие наших молодых ученых и специалистов. Отличия седьмого Новосибирского симпозиума видны прежде всего по обстоятельствам, серьезности организации, организации, прежде всего со стороны хозяев, принимающих этот симпозиум. Это, конечно, роль ректора, роль руководства, тошность и обстоятельность проведения каждой минуты, да, каждого момента, да, этого, и контроль каждого момента времени, в который проходит этот симпозиум. И еще очень отрадно то, что я это, наверное, отношу прежде всего к усилиям, к результатам усилий Дмитрия Александровича Обозного и Натальи Николаевны Федоровой, что у нас есть прорыв, да, что мы теперь публикуем труды на очень высоком уровне, труды, которые будут опубликованы в базах данных в Эпопсайенс и Скокус. Это прорыв, прежде всего, заслуга, ну вот, в Новосибирске, в Сепсрина, и я так понимаю, что вот этих двух людей. Вот это явная особенность и очень радушный прием, очень большая доброжелательность, большой коллектив очень трудится, чтобы нам было хорошо, чтобы нам было удобно, чтобы действительно то, что понимается под конференциями, для чего они происходят в науке, да, это, если взять в процессе научном, отметить, какие самые важные вещи, которые должны обеспечивать развитие науки. Это, прежде всего, встречи, встречи. Это огромное событие для нашего университета, и для города, и даже, более того, наверное, для всей Сибири. Почему? Потому что впервые в нашем Сибирском федеральном округе собралось такое большое количество известных ученых, академиков, членов-корреспондентов Российской академии архитектуры и строительных наук, докторов, профессоров из различных вузов. Мы обсуждаем и делимся и достижениями, и обсуждаем те проблемы, которые возникают сегодня в строительстве. Ну и сама тематика, фактически, применение современных компьютерных технологий в строительстве, перерасчете конструкций, сооружений. Эта тематика, конечно, является одной из наиболее важных. Что хотелось бы отметить, что для вуза это событие значимо по той простой причине, что это, собственно, можно сказать так, признание нашего университета центром в Сибири, центром науки и образования в области архитектуры, строительства и ЖКХ. И для меня это, конечно, лестно и приятно, но и накладывает большую ответственность, потому что я понимаю прекрасно то, что сегодня мы обсуждаем, должно быть у нас, в нашем университете. Я очень радуюсь за наших молодых исследователей, потому что я вижу сегодня их в зале, на нашей конференции, я вижу, как загораются у них глаза. Я уверен, что то, что сегодня говорится, это все будет потом применено в исследованиях наших ученых, особенно молодых ученых, в диссертациях, будет защищаться. И, безусловно, для нас это движение вперед, которого мы и ждем. Поэтому конференция – это огромный, значимый шаг для нашего университета. Я уверен, что это только начало. Мы такие конференции будем стараться проводить как можно чаще с приглашением таких больших и значимых гостей, потому что центр обязывает тому, чтобы все передовое было у нас. Кроме того, хотел бы отметить, что у нас параллельно проходит еще и летняя школа ЮНЕСКО, то есть у нас здесь гости из Сербии. Я думаю, что это тоже значимое событие для нашего университета, поскольку сегодня идет обсуждение такой большой проблемы, как проблемы с ливневой канализацией, о которой все говорят. И наши сербские ученые встречаются с руководителями мэрии, будут выступать завтра на телевидении на нашем. Поэтому я думаю, что на это обязательно обратить внимание. Ну а поскольку наш университет в центре внимания, значит, я буду ждать, что будут какие-то задания, какие-то новые проекты для нашего университета. Ну и мы, безусловно, будем активно участвовать в реализации тех задач, которые будут перед нами поставлены. На мой взгляд, проходят очень важные и нужные мероприятия, потому что мы сегодня много говорим о цифровых технологиях, о их применении в экономике. И вот в этом плане те доклады, которые делаются на этом симпозиуме, они как раз на переднем плане, они на переднем крае, они как раз определяют уровень развития цифровых технологий строительной отрасли. Это первое. Второе, такие мероприятия, они полезны тем, что идет обмен информацией, обмен информацией по разным направлениям. И важно получить информацию из первых уст, из первых рук, для того, чтобы быстрее ее использовать в своих разработках. Поэтому вот такие встречи, они ускоряют процессы развития науки, они обогащают развитие науки, и они делают ее более понятной, доступной и более эффективной. И поэтому я считаю, что для вашего университета, который прекрасен, я благодарен, что здесь так хорошо встречают, и так плодотворно мы работаем. Я думаю, для вашего университета это будет тоже большое подспорье в обучении студентов, в подготовке высококвалифицированных кадров. И надеюсь, что ваш ВУЗ будет развиваться благодаря этому мероприятию еще лучше, еще быстрее, еще эффективнее. Поэтому желаю всем студентам-преподавателям Новосибирского архитектурного строительного университета новых успехов, новых достижений. Ну и главное, чтобы хорошие были перспективы. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok